дамы и господа в прошлый раз мы с вами обсуждали что такое процессы зачем эту космическую хрень придумали и почему в общем-то ничего лучше нету но лучше может быть она конечно и есть но процессы а в любом случае это удобно и так это некоторая сущность которая работает и обеспечивает программисту ну довольно большой набор удобств он как минимум обеспечивает защиту от других процессов и он предоставляет а некоторые стандартный интерфейс а плюс минус два ведра одинаковый между разными версиями или разными операционными системами при этом при этом как бы в некотором смысле можно считать что у нас а вот то что предоставляет операционная система в рамках процесса очень похоже на виртуальную машину у вас есть некоторое виртуальное окружение которое более не менее одинаково на разных операционных системах однако однако если говорить про процессы у нас так или иначе этими процессами кто-то и как-то управляет управляет этими процессами естественно операционная система а больше некому при этом важно понимать что вот это вот управление операционной системой заметить внутри процесса очень сложно ну это можно заметить только косвенными средствами почему но потому что а если вы выполните какую-то инструкцию да там мув откуда-то в ра x то как бы эта инструкция выполнится вы знаете что в тот момент когда вот это вот инструкция выполняется ваш процесс выполняется но 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 операционная система имеет право и имеет возможность отобрать у вас управление в любой момент между любыми двумя инструкциями более того на самом деле на самом деле а возможно такие ситуации когда у вас управление будут отбирать даже не между инструкциями а во время выполнения этой инструкции в середине исполнения инструкции ну возможно специальные обстоятельства при которых а во время исполнения инструкции управление будет передано операционной системе и при этом при этом важно понимать что процесс повлиять на это волшебное действие никак не может если операционная система приняла решение отобрать управление то у вас отберут управление и никакой демократии здесь нет и быть не может собственно если говорить про процесс как бы управление процессом извините уже за тавтологию а то принято считать что вот эти вот этот процесс управления называется термином планирование операционная система а планирует каким образом она будет распределять ресурсы а между различными процессами соответственно а вот если мы говорим о том что у нас есть система которая работает в режиме разделения времени это значит что каждый x миллисекунд или микросекунд или наносекунд зависимости от того как устроена у вас это операционная система а та часть ядра которая отвечает за распределение процессорного времени принимает решение о том а какой процесс сейчас получит управление то есть в этом смысле у вас а вот та часть ядра операционной системы которая принимает эти решения а называется планировщикам а если говорить по-английски то это слово скей дюляр собственно планировщик а принимает решение которое будет действовать а внутри операционной системы в течение вот тех самых там 5 10 100 миллисекунд и через эти 5 10 100 миллисекунд у вас управление будет передано какому-то другому процессу возможно а возможно и не будет передано вот в этом смысле в этом смысле а у нас а планировщик принимает решения которые краткосрочные которые влияют на операционную систему на относительно маленький срок с другой стороны с другой стороны когда-то давно когда компьютеры были большими были нужно было принимать решение о том в каком порядке а большие задания которые работают долго должны быть загружены в оперативную память в этом смысле в этом смысле вот эти вот алгоритмы которые работали раньше а они влияли на относительно длительный срок возможно на часы возможно на минуты надолго то есть в этом смысле в этом смысле тогда принимались решения долгосрочные почему это важно ну очень просто это важно по той причине а сколько времени мы можем потратить на принятие решения то есть если мы принимаем решение краткосрочное то как бы слишком сильно долго заморачиваться на тему того какой же процесс запустите какой же процесс запустите запускайте первый попавшийся это будет в некотором смысле лучше а потому что слишком долго такое решение принимать нельзя то есть а когда мы принимаем решение которое будет влиять на часы потратить на него секунду-другую а в общем-то ничего страшного в этом нет ну если так говорить то при загрузке задания можно было бы например а выполнить процедуру очистки мусора а и упорядочить найти а там кусочек памяти побольше ну так плюс минус два лаптя ну и если говорить про там краткосрочное долгосрочное планирование а в современной операционной системе есть некоторые вещи которые имеют как бы среднесрочную перспективу значит у нас в операционных системах несмотря на рост количества оперативной памяти а все равно необходим файл подкачки или swap соответственно вот решение какие данные своп класть какие данные из свопа вынимать ну или какие данные на диск записывать какие данные с диска считывать можно сказать что это некая промежуточная вещь вот то самое среднесрочное планирование когда мы принимаем решение которое будет иметь влияние в нашей операционной системе там на несколько секунд на 10 секунд на 20 секунд если у вас его выполняется там дольше чем скажем 5-10 секунд то вы это уже заметите у вас будет явное ощущение того что машина тупит соответственно а какие же цели вот этого самого замечательного процесса планирования ну во-первых прежде всего а а это планирование должно быть плюс-минус два ведра справедливо что значит справедливая но это значит что более или или менее все процессы должны получить одинаковое количество процессорного времени возможно с учетом важности этих процессов с другой стороны с другой стороны с другой стороны а у нас а а этот процесс должен быть эффективным это значит что мы не должны принимать эти решения слишком долго ну и если говорить про справедливость то есть некоторый интересный парадокс который наблюдается а современных операционных систем ну точнее как не для современных операционных систем а для современной процессорной архитектуры достаточно важно и так у нас процессор на самом деле не некоторая монолитная вещь у нас сейчас в моде так называемые многоядерные процессора что такое многоядерный процессор но многоядерный процессор это одноядерный процессор которых на системе несколько штук то есть у вас если вы говорим про ваш замечательный нежно любимый мобильный телефон вот в этом самом замечательном прекрасном мобильном телефоне стоит процессор в котором у нас присутствует ну я думаю что от 4 до 12 ядер то есть в этом процессоре одновременно могут исполняться от 4 до 12 процессов не в режиме разделения времени то есть 12 процессов исполняются абсолютно параллельно то есть у нас планировщик а в телефонах стоит совершенно стандартная операционная система вот ровно такая же как на вот этом лаптопе там стоит линукс ну или макос если вам повезло и вы сумели отгрызть такой телефон значит вот стоят вот такие вот процессора соответственно представьте себе что у нас есть система с двумя ядрами на которые может работать одновременно два процесса и есть ну так нам не повезло три процесса которые сейчас готовы исполняться вот в понимании с точки зрения здравого смысла и в понимании вот обычного человека оказалось бы было бы справедливо разделить процессорное время следующим образом значит у нас бы есть процесс p1 есть процесс p2 значит соответственно процесс p1 работает на нулевом ядре процесс 2 работает на первом ядре значит им достаются по две трети процессорного времени от вот этого ядра соответственно третий процесс перекидывается туда-сюда и и получает по одной трети здесь по одной трети здесь эффективно ну хорошо ладно справедливо ну вроде как справедливо а эффективно ну тоже вроде как а в чем проблем перебрасывать на самом деле нет вот как это не смешно а вот это вот схема патологически не эффективно неэффективно она по нескольким причинам ну во первых во первых у нас оперативная память вот здесь и оперативная память вот здесь могут быть разными оперативными памятями физически то есть находиться на разных чипах такую схему мы с вами в прошлый раз обсуждали но это на самом деле это не самая фатальная вещь потому что процесс про планировщик умеет понимать ну точнее как знать о том что у него вот память распределена вот так и в принципе говоря может не перекидывать процесс вот с таких ядер где память разная окей это еще ничего но нужно помнить о том что скорость процессора скорость процессора это скажем несколько гигагерц ну допустим 2 гигагерца а скорость оперативной памяти кто помнит цифру на архитектуре должны были рассказывать кто помнит цифру так неправильно 16 гигагерц неправильно значит на самом деле здесь скорость 100 200 мегагерц значит да есть всякие разные а извращения которые позволяют передавать данные там на тех фронтах на этих фронтах но помимо всего прочего и даже если эта штука работает вот на таких частотах у вас все равно за один такт одно данное вы не передадите у вас есть некий pipeline где вы выставляете адрес эти данные готовятся после этого эти данные передаются пачкой иными словами пропускная способность шины процессор память в десять раз ниже скорости на которой работает процессор в десять раз и все вот эти вот современные системы более или менее эффективны ровно по одной причине потому что вот здесь вот вот вокруг процессора находится кэш то память которая работает существенно быстрее потому что она находится на процессоре и большая часть вот того кремния который выделен на процессор она уходит не на сам процессор который делает какие-то волшебные действия у себя внутри она уходит именно на вот эти вот многоуровневые кэш и и это как бы принципиальная боль современных процессоров то есть если у вас а те данные с которыми вы работаете находятся вне кэша то эти данные будут подгружаться для использования фатально долго то есть у вас процессор будет какое-то время работать крайне неэффективно поэтому поэтому когда вы перебрасываете процесс с одного процессора на другой процессор в этом случае а вы получаете отсутствие данных с которым работает вот этот вот третий процесс в кэшах и это значит что этот процесс какое-то довольно большое время после своей переброски будет работать крайне медленно в этом смысле в этом смысле вот такое вот вот распределение процессорного времени оказывается неэффективным с точки зрения общей производительности системы поэтому поэтому а вот планировщик считает эффективным и более или менее справедливым ситуацию когда соответственно вот здесь вот вот работает второй процесс значит им достается по половине процессорного времени и вот эта система живет вот таким вот вот образом возможно возможно раз какое-то время раз в несколько секунд вот этот процессор и могут перекинуть вот сюда для балансировки но в некотором смысле это будет такое среднесрочное решение при этом как бы планировщик делать вот эту процедуру в общем то не обязан потому что общая эффективность системы она будет снижаться вот понятно ли вот эта картинка и то понимание компьютерной справедливости которая есть у планировщика есть ли какие то вопросы вот вот этот процесс вот этот процесс исполняет вот эти два процесса исполняются на нулевом ну да хорошо должно быть вот так так и есть хорошо значит итак возвращаясь к целям которые преследуются при планировании соответственно первая и самая главная цель это общая эффективность системы то есть система должна работать эффективно и выдавать максимум доступных попугаев которые достижимы на этой самой системе и если говорить про сравнение то вот это вот сравнение попугаев но почему я говорю попугаев потому что обычно измеряются какими-то тестами тесты а на выходе дают а какое-то числовое показание и это числовое показание это некое синтетическое значение о производительности на про количество запросов в секунду а вот вы внутри этого теста значит привязать это к реальной производительной системы очень сложно поэтому можно сказать что на тесте а система выдает 115 попугаев а на тесте а другая система выдает 120 попугаев значит вторая система гораздо лучше ну и с точки зрения маркетинга если вторая система стоит столько же сколько и первое купят вторую систему те люди которые заботятся об общей производительности а поверьте об общей производительности люди очень сильно заботятся и вот преимущество в пять процентов это очень приличное маркетинговое преимущество а есть там 30 процентов то вы прям можете конкурента аннигилировать ну это действительно правда это действительно работает хорошо значит итак планировщик преследует общую эффективность при этом общая эффективность должна достигаться более или не менее справедливыми способами а значит при этом при этом планировщик должен обеспечивать снижение общего времени выполнения процесса а следить за тем чтобы время отклика то есть время как пост время для процесса после которого произошло событие точнее как интервал времени от того момента как процесс стал готов к исполнению до того момента как процесс получил управление но это важно то есть представьте себе если у вас какой-то процесс выполнял операцию чтения с диска значит соответственно он с диска данные прочитал значит и после этого попал в очереди процессов готовых к исполнению вот время отклика это время от того момента как его операция закончилась до того момента как процесс реально начал исполняться ну и если это время большое вы опять заметите что система тупит потому что это очень сильно влияет на ваше действие но простой пример да вы нажали кнопку на клавиатуре для того чтобы выстрелить в каком-нибудь думе кваки танчиках соответственно а выстрел не случился потому что система задержалась и в результате а ваш оппонент из прицела уехал это прям выглядит очень грустно время отклика ну и естественно естественно мы хотим добиться сокращение того времени когда процесс простаивал то есть время ожидания процесса значит какие у нас есть желаемые свойства алгоритмов планирования значит ну прежде всего это а в некотором смысле предсказуемость или устойчивость то есть примерно в одинаковых ситуациях мы должны получать примерно одинаковый результат то есть у нас не должно быть вариантов когда минимальное изменение входящих входящей ситуации которая у нас наблюдается оказывало существенное влияние на результат работы планировщика что естественно вопрос а минимизация накладных расходов он совершенно очевиден то есть у нас планировщик не должен переключать задачи слишком часто планировщик не должен принимать решение слишком долго то есть его влияние на саму работу системы не должно быть слишком велико значит ну и естественно все ресурсы системы должны быть загружены то есть если у нас где-то есть еще один процессор да значит процессор третий то вот так наверное систему загружать не очень эффективно вот этот процесс надо сюда как-то перенести возможно это нужно сделать не очень сразу или возможно есть еще какие-то другие обстоятельства но вот система должна быть загружена более или не менее равномерно а считну и планировщик должен быть масштабируемым а что значит масштабируемым вот масштабируемость планировщика это вопрос интересный планировщик должен работать во-первых с очень большим количеством процессов то есть у нас в системе может быть скажем несколько тысяч или несколько десятков тысяч или несколько сотен тысяч процессов или потоков которые готовы к исполнению а и а могут а так или иначе исполняться каким образом измеряется масштабируемость очень просто у нас есть алгоритмы алгоритмы работы алгоритм принятия решения какой процесс должен быть запущен а щит ну и естественно если мы говорим про вот эти вот алгоритмы то эти алгоритмы имеют алгоритмическую сложность значит если мы говорим про алгоритмическую сложность то идеальный мир который в общем-то достигнут а в настоящий момент времени говорит о том что решение о том какой процесс должен быть выбран на исполнение должно быть от единицы сложная то есть мы должны принимать решение о том какой процесс будет выбран за константное время независимо от длины очереди чего-то если бы вас в алгоритм был от n то с ростом количества процессов у вас бы про время принятия решения росло бы линейно а если не дай бог о от n квадрат а процессов у нас 100 тысяч ну значит у вас планировщик работать бы просто не смог во вторых во вторых планировщик должен масштабироваться по количеству процессоров в системе а процессоров в системе вот в настоящий момент времени а в серверах доступных на рынке как вы думаете сколько б я думаю что сейчас если у вас есть там тысяч тридцать в кармане американских рублей то вы две три сотни а процессоров получить можете легко и это я молчу про системы на армах где может быть два процессора по 256 ядер то есть 300 500 ядер сейчас получить ну вот только платить и то есть и это будут не какие-то суперкомпьютерные системы не какие-то инженерные разработки а просто вот то что можно пойти и купить в магазине поэтому у вас а планировщик должен быть масштабируемым и по процессорам тоже и это ну в некотором смысле достаточно важно причем вот масштабируемость вот здесь от единицы была достигнута ну несколько позже то есть вот это вот а было достигнуть несколько сложнее окей значит а а какие же у нас параметры должен принимать во внимание наш замечательный планировщик ну во-первых планировщик естественным образом должен учитывать конфигурацию системы ну вот 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 собственно говоря некоторый пример о том как учитывается конфигурация системы я и показывал второй пример это естественно наличие ну мы архитектуры то есть у вас планировщик все это так или иначе должен считать ну а кроме того есть некоторые естественные величины которые он а считает и принимает во внимание ну например сколько времени а был запущен вот этот вот конкретный процесс сколько ему уже дали процессора ну для того чтобы процессорное время как-то а более не или не менее честно между этими самыми замечательными процессорами делить дальше а планировщик может принимать во внимание а не был ли этот процесс а в состоянии ожидания и он перешел из состояния ожидания в состоянии готовности значит и вообще он там исполнялся много или мало если это вот такой вот процесс который перешел в состоянии ожидания ввода вывода значит этот процесс похож на интерактивный на тот процесс с которым работает пользователь значит возможно ему нужно дать управление побыстрее вот такого рода динамические параметры которые вычисляются в тот момент когда система работает ну или такой тупой совершенно пример а сколько у нас свободных процессоров вот не пора ли нам что-то из вот этой вот очень загруженной очереди двинуть куда-нибудь вот туда где никто этот процесс не ждет и где процессор простаивать кстати на самом деле двигать процесс на другой процессор не всегда экономически выгодно возможно вот этот процесс закончит исполняться и никогда больше не придет и мы не будем проходить через процедуру нагревание кэшей вон там вот 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 то есть все вот эти вот вещи все вот эти вот динамические параметры и статические параметры например относительный приоритет процесса то от лица кого этот процесс запущен и так далее и так далее и так далее и так далее то есть здесь сложности алгоритмов и те параметры которые принимаются во внимание планировщиком зависит только от фантазии авторов операционная система ну и естественно ресурса убедить коллег в том что вот это вот изменение внесенных планировщик поднимет общую эффективность не забываем о том что алгоритмы должны иметь сложность о от единицы и эти алгоритмы должны работать естественно очень быстро то есть даже вот то что алгоритм работает от единицы не означает что мы можем а там скажем провести одну секунду а при каждой операции планирования то есть это вот решение должно приниматься за какое-то количество микросекунд понятно окей а как же выглядит жизнь процесса ну а у нас есть счастливая жизнь процесса с бородой и грустная жизнь процесса без бороды значит а у нас все время работы процесса можно разбить как бы на две части когда у нас есть а операция а ввода вывода в процессе и когда у нас нет операции ввода вывода в процессе ну вот в классической архитектуре это выглядит следующим образом процесс либо работает и получает процессорное время то есть исполняет какой-то код либо процесс ждет у моря погоды до того момента как завершится какая-то операция ввода вывода но чего банальней вы посчитали корень из двух а после этого значит у вас горит надпись нажмите любую кнопку для того чтобы считать корень из трех вот а в реальной жизни это выглядит примерно также процессор либо считает на процессоре и вот это вот время а в терминах сегодняшней лекции мы будем называть cpu вёрст то есть то время когда процессору нужно посчитаться значит ну и то время который процесс ожидает ожидая когда у нас закончится операция ввода вывода и так а когда же у нас планировщик принимает решение о том какой процесс а нужно исполнять ну это вопрос а в некотором смысле интересный значит а ну во первых во первых у нас а вот тот процесс который занимал а процессор а может перейти из состояния исполнения состояние закончил исполнение то есть он принял решение о том что он закончил исполняться например потому что он закончился либо например потому что он закончился хорошо значит Соответственно, в этом случае планировщик обязан принять решение и выбрать какой-то новый процесс. Второй аналогичный момент, когда у вас ваш текущий процесс, который вот прямо сейчас исполняется, перешел из состояния исполнения в состояние ожидания. Ну, например, он запустил ИО-операцию, записи на диск, и пошел отдыхать. Дожидаясь того момента, как эта операция записи закончится. То есть в этом случае планировщик вынужден принять решение. Значит, соответственно, а далее у нас есть еще два момента, когда планировщик, в принципе говоря, решение принимать не обязан. То есть в тот момент, когда у нас система обрабатывает прерывания и принимает решение о том, ну, точнее как обнаруживает, что, собственно, операция ввода-вывода, которую мы ждали, вот только что закончилась. Процесс переходит из состояния ожидания в состояние готовности. И вот в этот момент планировщик может принимать решение о том, грубо говоря, выбирать ли новый процесс на исполнение с учетом появившегося нового процесса. А может не принимать такое решение. Это вот его право, но не обязанность. Значит, ну и второй момент. Второй момент это когда у нас случилось любое прерывание. И, скажем так, то есть процесс у нас, ну, например, добровольно перешел из состояния исполнения в состояние готовности. Ну, есть такая функция, например, для работы с трендами yield. Значит, внутреннее состояние не менять, но вот позвать планировщик, планировщик, может быть, ты там кого-нибудь другого хочешь поисполнять. Соответственно, процесс перешел из состояния ожидания, нет, виноват, процесс перешел из состояния исполнения в состояние готовности добровольно. Значит, вот планировщик в этом смысле у нас либо вытесняет текущий процесс, который запущен на процессоре, либо не вытесняет. То есть у вас нет ситуации, когда процесс принудительным образом приостанавливается, потому что планировщик так решил. Вот, собственно говоря, это либо вытесняющее, либо не вытесняющее планирование. Вот с точки зрения вашего процесса не вытесняющее планирование кажется более приятным. То есть вы будете работать до тех пор, пока вы сами управление не отдадите. Правда хорошо? Правда хорошо? На самом деле нет, не хорошо, очень плохо. А представьте себе, что вы написали программу и облажались. И эта ваша программа в результате зависла в каком-нибудь цикле. Ну, shit happens. Чего? Всяко бывает. Значит, вот в этом случае у вас управление никогда не будет отдано, и этот процесс будет исполняться на процессоре вечно. Ну, вот, собственно говоря, вот так вот-вот работали какие-то старые системы. Вы, наверное, такие и не знаете. Системы там Windows 3.11 и временами Windows 95. Хотя Windows 95 уже была более-менее многозадачной. С вытесняющим планированием, которое работало почти всегда, кроме того момента, когда она работала с флопиком. Ладно, не суть. Значит, сейчас все современные системы, возможно, кроме встраиваемых операционных систем, которые работают на очень маленьких процессорах, они все работают с вытесняющим планировщиком. Потому что вытесняющий планировщик дает вам возможность подстраховаться. Например, отобрать управление у очень плохой задачи и просто эту задачу каким-то образом убить. Окей, давай теперь поговорим про какие-то замечательные алгоритмы, по которым может работать наш замечательный, прекрасный, великолепный планировщик. Ну, прежде чем обсуждать, какие у нас могут быть алгоритмы, нужно понять, а каким бы образом нам ситуацию промоделировать. То есть при помощи каких данных мы можем задать и описать ту ситуацию, которая случается у нас в реальной системе. Ну, естественно, у нас есть некоторое количество процессоров. Значит, соответственно, у нас есть процессоры P1, P2, процессы P1, P2 и P3. Значит, давайте пока для лучшей общности будем считать, что у нас процессор в системе 1. Ну, если у нас процессоров больше, чем 1, то вся разница заключается в том, что планирование происходит как бы в два приема. То есть у нас раз в какое-то время запускается балансировщик, который балансирует процессы между процессорами, а на одном процессоре все равно работает тот же самый планировщик, как если бы у нас процессор в системе был один. Ну, иначе просто неэффективно. Значит, итак, у нас есть, ну, допустим, 4 процесса. Опять я троечку не написал. Что-то у меня сегодня рука дрожит. Значит, во-вторых, во-вторых, значит, мы должны описать ситуацию с точки зрения какой-то временной характеристики. Ну, вот важнейшим свойством планировщика является то, каким образом он распределяет процессорное время между процессорами. Раз в какой интервал он принимает решение. В случае, если у нас планировщик, ну, допустим, вытесняющий. Значит, соответственно, обычно, обычно это программируется примерно следующим образом. На каждом процессоре есть так называемый периодический таймер, который можно настроить, чтобы он присылал прерывание раз в какой-то интервал времени. И вот это вот время и называется квантом планировщика, то есть вот тем интервалом, когда он принимает решение. Ну, обычно в настоящий момент вот этот вот замечательный квант времени обычно настраивают на одну миллисекунду. Значит, в линуксе, значит, это константа называется хз. От слова герцы, а не от того, что вы подумали. Так вот, значит, соответственно, и отсчеты случаются примерно раз в одну миллисекунду. Значит, случается прерывание раз вот в эту вот самую миллисекунду. Значит, и вот планировщик думает, принимает решение о том, нужно ему перепланировать или не нужно. В этом смысле, в этом смысле у нас планировщик работает не вот с этими интервалами времени, там одна миллисекунда, еще раз, значит, он работает именно вот с такими вот квантами, которые определены вот этим вот чиселкам. И в принципе говоря, в принципе говоря, вот этот вот интервал времени, одна миллисекунда или там, скажем, 10 миллисекунд, раньше, кстати, было 10 миллисекунд, этот вопрос, он совершенно не важен. То есть планировщик мыслит вот в количестве вот этих отсчетов. Сколько у нас прошло отсчетов от того момента, как этот процесс запустили на исполнение. Значит, в принципе, современные планировщики, конечно же, посложнее и поумнее, потому что, скажем так, вот это вот прерывание, оно подъедает батареечку у лаптопов и у телефонов. И в этом смысле, значит, конечно же, система действует немножко поинтеллектуальнее. То есть она вычисляет, когда у нас, вот есть ли у нас процессы готовые на исполнение, если у нас этих процессов нет, то, может быть, вот это прерывание можно и не посылать. Но в общем случае, в общем случае, когда у нас есть готовые процессы, и эти процессы исполняются, это прерывание естественным образом посылается. Значит, и мы будем обсуждать сегодня алгоритмы, где у нас все времена меряются в количестве вот этих вот самых квантов планирования. Значит, соответственно, у нас есть вот эти вот процессы, и мы, в принципе говоря, знаем, сколько этим процессам нужно поработать для того, чтобы удовлетворить свою потребность в вычислениях. И, собственно говоря, вот у нас начальные данные выглядят достаточно понятно. То есть у нас есть процессы, и у нас есть кванты планировщика, которые эти процессы должны отработать для того, чтобы эта штука дошла до конца. Значит, итак, смотрим на картинку. У нас есть три процесса, P0, P1 и P2, у которых нулевому нужно 13 квантов для того, чтобы закончить свои вычисления. Следующему нужно 4 кванта, и последнему нужно 1 квант. Вот прекрасная, замечательная картинка. Понятно ли, как выглядят задачи, и как выглядит модель? Есть ли у кого-то вопросы? Вот тот интервал между двумя прерываниями таймера. Насколько настроены прерывания таймера, никто в действительности не знает. Обычно это 1 миллисекунда. Но слово «обычно» не означает, что там гарантирована 1 миллисекунда. То есть интервалы периодического таймера, по которым отрабатывает планировщик. Вот так. Значит, это алгоритмически неразрешимая ситуация, но должны же мы с чего-то начать. Ну, точнее как. Значит, мы можем обсудить, значит, будут две модели, а дальше, а как же это определить? Ну, не может, никто не может, конечно же, определить. Не знаем. Потому что у вас алгоритм ветвится, и заниматься анализом кода, куда мы дойдем, а куда мы не дойдем, мы будем принимать решение дольше, чем оно будет делаться. Смысла в этом никакого нет. То есть посчитать, сколько времени, это как раз вот просто выполнить этот замечательный, прекрасный алгоритм. Поэтому нет. Значит, это задача идеальная, в идеальном мире для того, чтобы как-то порассуждать. Хорошо. Итак, самый простой, тупой и рабочий-крестьянский алгоритм. Кто первым пришел, того и тапки. First come, first served. Это если говорить на приятной английской мове. Итак, процессорное время выдается тому процессу, который попал в очередь первым, и этот процесс, который попал в очередь первым, дорабатывает до своего логического конца. Соответственно, получается вот такая вот прекрасная, красивая, великолепная картинка. А теперь давайте попробуем посчитать какие-нибудь волшебные параметры. Значит, итак, что у нас есть среднее время ожидания. Значит, первый процесс ждал в очереди ноль квантов. Сейчас, нулевой процесс ждал в очереди ноль квантов. Первый процесс ждал у нас там 13 квантов. И второй процесс ждал у нас там 17 квантов. Вроде нигде не ошибся. Значит, поделить на 3, получилось 10 квантов. Общее время исполнения, так называемый turnaround time. Значит, у нас первый нулевой процесс, значит, работал 13 миллисекунд. Соответственно, первый процесс работал 17 миллисекунд. И последний процесс работал в общей сложности 18 квантов. Виноват, не миллисекунд, конечно же, квантов. Значит, получается это время 48 на 3, получается 16. Виноват. Кстати, обратите внимание, задачки на какие-то вот такие вот странные алгоритмы, скорее всего, будут в контрольной. Поэтому, если у вас есть вопросы, каким образом получилось то или иное чиселка, то лучше их задавать, не доводя до всяких разных печальных вещей. Окей, а давайте теперь вот ту задачу, которая у нас есть, чуть-чуть проварьируем. А именно, пусть у нас процессы, которые попали вот в таком порядке, попадут в очередь ровно в противоположном порядке. То есть у нас первым в очереди появится второй процесс, а нулевой процесс появится в очереди последним. В результате у нас циферки, которые определяют, насколько качественно отработал наш прекрасный планировщик, оказываются совсем другими. Значит, естественно, работа произойдет уже вот так. Да? Вот. Понятна картинка? Получившаяся картинка и получившийся результат понятен? Есть ли у кого-то вопросы? Нет. Тогда давайте считать. Значит, соответственно, время ожидания 0 плюс 1 плюс 5. 5 поделить на 3. В результате у нас получается сколько? 2. Значит, а turnaround time, общее время исполнения, получается 1 плюс 5 плюс... плюс 18. Значит, получается сколько в сумме? 24 на 3, итого 8. Теперь давайте сравним вот эти вот чиселки. Получается, что у нас относительно небольшая вариация исходных условий приводит к довольно большой вариации результата. То есть у нас вот такой вот алгоритм, казалось бы, интуитивно простой и понятный, приводит к достаточно убогому результату с точки зрения эффективности нашей системы. Потому что если у нас есть процесс, который готов исполняться долго, то интерактивность этой самой замечательной, прекрасной системы очень сильно страдает. Ну, понятно. Хорошо. А что же можно сделать и каким же образом можно вот с этой вот ситуацией попробовать побороться? Значит, ну вот простейшим способом борьбы является планировщик, который... Ну, точнее, алгоритм планировщика, который называется Round Robin. Кто знает, что такое Round Robin в переводе с английского языка? Откуда появилось это замечательное, прекрасное слово? Никто не знает. Странные слова. Так вот, Round Robin в английском языке – это каруселька. Вот, если вы посмотрите, это вот каруселька, которая вращается, на которой едут лошадки. Значит, почему вот алгоритм называется таким образом? Потому что все процессы ставятся в некотором смысле в круг. И вот тот процесс, который находится напротив процессора, вот тот процесс и исполняется. Соответственно, вот все вот это вот колесо проворачивается раз в какое-то количество квантов планировщика. Итак, значит, у нас есть некоторая ситуация. У нас есть вот текущий процесс, который исполняется. Значит, этот процесс исполняется не просто один квант планировщика, а сколько-то квантов планировщика, а некоторое волшебное количество R, которое является параметром нашего алгоритма. Значит, если вот этот процесс проработал R квантов и не завершился, то этот процесс принудительно переводится в состояние готовности и, соответственно, перемещается вот сюда, попадая в хвост очереди. Ну, вот если говорить вот так вот, да, то выглядит это примерно вот следующим образом. Вот так нарисуем, чтобы два процесса было. Значит, теперь R квантов планировщика работает синий процесс. Поработал R квантов, значит, и колесо проворачивается еще раз. Так, фак. Значит, соответственно, вот этот процесс провернулся сюда. синий процесс провернулся вот сюда. Сюда пришел следующий процесс. Вот этот тут черный. Понятно, как это выглядит? То есть вот такой вот вращающийся круг, если вот в таких вот понятиях. Значит, соответственно, если у нас процесс закончил свое исполнение, то, естественно, система не простаивает в ожидании, ничего не делая, а проворачивается сразу. Ну, тоже понятно, да? Получается, вот если записывать это вот каким-то вот таким вот образом, то у нас в случае, если остаток CPU-берст текущего процесса меньше кванта времени работы раунд-робина, а это несколько квантов планировщика, то у нас через когда процесс заканчивается, управление передается следующему, а если у нас остаток CPU-берста больше, чем квант-планировщика, то мы работаем квант-планировщика времени и передаем управление следующему. Понятно? Есть ли кто-то, кому непонятно? Может, если мы сейчас говорим о планировании, которое используется, то как всегда поделить какое-нибудь сколько времени у нас осталось? Да очень просто. Вот здесь как раз вот эта ситуация, она абсолютно реальна. Тупо как Валенок. А вы процесс запустили, и он работает. Работает, 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 работает. А дальше либо у вас придет прерывание, либо процесс закончит свое исполнение. И что случится первым, вот в этом случае и произойдет как бы вызов планировщика. Понятно? Вот здесь как раз ситуация абсолютно реальна. Либо вы запустили процесс, и он считает, и он будет считать до тех пор, пока ему процессор дают. В этом смысле у нас CPU-время очень эластично. И либо он закончил исполнение, либо пришло прерывание. Что первым случилось, значит, вот того и тапки. Понятно? Прекрасно. Еще вопросы? Вот это вот абсолютно реальный алгоритм, который, собственно говоря, а в той или иной вариации как раз и работает в операционных системах. ну, потому что его очень легко реализовать, и он очень понятный. Вот с этой точки зрения. А главное, ничего оценивать не надо. Значит, итак, давайте теперь, собственно говоря, попробуем посчитать вот те же самые волшебные чиселки, которые мы считали для предыдущих алгоритмов. Значит, вот для того, чтобы посчитать вот эти вот чиселки, давайте построим табличку. То есть, мы будем записывать, какие у нас были процессы, и в каком состоянии в каждый момент времени находился вот этот самый волшебный процесс. И будем стоять буковку И, если этот процесс исполнялся в этот квант времени, и буковку Г, если этот процесс был готов к исполнению, но не исполнялся. Итак, первые четыре кванта у нас работал, естественно, нулевой процесс. Значит, у него есть возможность, значит, вот он и исполнялся. Остальные находились в состоянии готовности. Значит, величина кванта времени алгоритма Раунд-Робин у нас принята равной четырем. Значит, это не реальная чиселка, это просто некоторая модельная модельный параметр. Мы взяли вот так здесь для того, чтобы посчитать. Значит, в реальной жизни сейчас принято то, что процессор, процесс в стандартном линуксе работает, значит, скажем, 10 миллисекунд. Значит, при кванте ХЗ в одну миллисекунду у нас получается вот параметр равный 10. Значит, здесь 4. Итак, через 4 миллисекунды у нас мы перепланируемся и выбираем на исполнение следующий процесс. Следующий процесс в очереди первый. Остальные ждут. Дальше выбирается второй. Обратите внимание, он закончил свое замечательное прекрасное исполнение за один квант. Значит, мы не ждем, мы перепланируем. И дальше у нас работает единственный оставшийся процесс. Логично? Ну, то есть, это работает вот именно вот так и вот именно вот так и выглядит реальное планирование у процессора. Понятно ли, как получилась эта табличка? Есть ли кто-то, кто не в состоянии такую табличку построить? У вас процесс P0 должен поисполняться 13 миллисекунд, прежде чем он завершится. 13 квантов. Значит, у него вот объем вычислений, если смотреть ретроспективно, 13 квантов, значит, соответственно, он должен отработать 13 квантов. Подряд, неподряд, тушкой, чучелком, кандибобриком, любым способом. В сумме должно получиться 13. И он не закончит, пока он все эти 13 квантов не посчитает какую-то очень нужную ему величину. Поэтому он будет исполняться 2 раза, 3 раза, 5 раз, 15 раз до тех пор, пока он все это не вычислит. У него нет другой возможности, значит, его жизнь предопределена. только почему-то на контрольных эту задачу решают далеко не все, и это странно. Что настораживает? по исполнению процесса у вас исполняется системный вызов exit, соответственно, в конце экзита в ядре операционной системы зовется планировщик. Совершенно так. Вы нигде не ошиблись. Значит, ну, здесь накладные расходы приняты равными нулю, но они подразумеваются вот там, где у нас нарисована черта границы клетки, вот это и есть переключение. Накладные расходы здесь, конечно же, мы принимаем равным пока нулю. У нас как бы да, безусловно, у нас есть перегрузка понятия, потому что планировщик работает в квантах, которые ему дают периодический таймер, соответственно, а дальше он раз в какое-то количество квантов решение принять обязан. Да, перегрузка такая есть. Ну, не знаю просто, как это лучше сформулировать, вот традиционно это формулировалось вот так. Да, 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 ну, вот так вот, вот как вращающееся колесо, да, то есть мы последовательно даем каждому по кругу. ну, ну, давайте теперь считать волшебные чиселки. Среднее время ожидания. Значит, как посчитать среднее время ожидания? это, ну, грубо говоря, количество буквы Г в этой табличке, деленное на количество процессов. Значит, буква Г у нас 5 для нулевого, для первого у нас их 4, и дальше у нас их 8. значит, это у нас получается 17 третей. А общее время, которое у нас получилось, значит, это общее время, значит, для нулевого процесса это 18, для первого процесса это 8, значит, и для последнего процесса это 9. Значит, итого 26, 35. Как-то вот так. Понятно ли, как считать вот эти вот показатели по вот этой табличке? Есть ли кто-то, кому непонятно? Конечно. ну, а представьте себе, что у вас процессов было бы 3. Значит, и у третьего процесса, значит, берст был бы, скажем, 15. Значит, в этом случае у нас на финальной части таблички у вас было бы переключение каждой 4 кванта между нулевым и третьим. Да? Будет переключение? Да, конечно. Конечно, конечно, конечно. То есть, если, ну, то есть, как, ну, вот вопрос, как это выглядит в реальной системе, да? то есть, у вас каждые 4 миллисекунды, ну, будем считать, давайте для простоты, каждые 4 миллисекунды к вам приходит прерывание и по вот этому прерыванию вы переключаете на следующий процесс каждый раз и так же переключаете в добровольном виде, если у вас закончился предыдущий процесс. Именно так. Ну, если вам интересно, как это реализовано, это реализовано очень просто. Значит, на каждом процессе есть некоторый волшебный счетчик. Соответственно, каждую миллисекунду, если процесс не исполняется, этот счетчик нарастает на единичку. На исполнение выбирается тот процесс, у которого вот этот счетчик наибольший. А управление из этого счетчика отбирают, грубо говоря, когда этот, точнее, управление у текущего процесса отбирают, когда этот счетчик доходит до нуля. За каждую единицу, когда процесс запущен, единицу вычитают. результате получается довольно честная схема и действительно это очень похоже на раунд робин. хорошо, здесь, кстати, слайд неправильно, здесь у нас в случае, точнее, нет, как слайд правильный, вот если у нас величина кванта времени, когда у нас раунд робин работает каждый тик, то у нас каждый тик исполняется один процесс, значит, а дальше вся эта система запускается дальше. Вот, собственно говоря, вы спрашивали, что будет, вот посмотрите, вон наверху, видите? в этом смысле у нас это простое чередование запущенных процессов, можно посчитать волшебные параметры, в этом случае у нас среднее время ожидания, значит, для нулевого раз, два, три, четыре, пять, пять, для первого раз, два, три, четыре, пять, и для второго это два. Ну, то есть, в случае, если у нас квант времени стремится к единице, то это простое чередование, а в случае, если квант времени у раундробина мы устремим вверх, то это получится почти first come first served. Понятно, определенные параметры. Логично, да? Значит, на три это получается четыре, значит, а здесь turn around time, значит, это получается 18 плюс 9 плюс 3. Значит, в принципе говоря, видно, что вот эти вот волшебные параметры, значит, это у нас, грубо говоря, значит, это почти 6, а это у нас, ну, грубо говоря, почти 12, да? Если так грубо оценивать, то у нас поведение системы от того, что мы квант раундробина уменьшили в 4 раза, сильно лучше не стало. При этом накладные расходы алгоритма, естественно, в 4 раза у нас возросли. Понятно, почему? Есть кто-то, кому непонятно, почему накладные расходы возросли в 4 раза? Да, потому что меняем часто. Каждая процедура перепланирования стоит какого-то времени и каких-то ресурсов. Окей. А если говорить про систему, которая дала бы нам минимальное среднее время ожидания, и при этом минимальные накладные расходы, как бы она бы выглядела? Ну, давайте вспоминать, если мы посмотрим на алгоритм shot job first, а, нет, виноват, на алгоритм first come first serve, мы получили самый лучший результат, когда у нас в очередь процессы легли в том порядке, в котором у них были выданы цепи цепи берста, то есть самым первым оказался тот самый процесс, который исполнится быстрее всего. Ну, это в некотором смысле интуитивно понятно, поэтому идеальный как бы алгоритм, который у нас был бы для работы, это алгоритм shot job first. ставь на исполнение ту задачу, которая раньше всего закончится. ну, если говорить про вот это вот, то можно сказать, что в реальной жизни, конечно же, такой алгоритм реализовать достаточно сложно, потому что мы, конечно же, не знаем, сколько у нас квантов, процесс будет исполняться в реальности. Но чисто математически или на вот такой вот доске такой алгоритм разобрать можно. Значит, значит, предположить можно о существовании двух версий такого алгоритма. Этот алгоритм вытесняющий или не вытесняющий. То есть в тот момент, когда появляется новая, более крутая задача с меньшим временем исполнения, у нас текущий процесс, который будет работать долго, мы можем либо вытеснить, либо не вытеснить. Кооперативное планирование против вытесняющего. Значит, ну давайте начнем с не вытесняющего алгоритма. Значит, у нас есть, собственно говоря, вот эти вот волшебные процессы, процессы, и они запускаются ровно в том порядке, в котором у нас все хорошо. Значит, сначала запускается третий процесс, потом первый, потом нулевой, и последним запускается второй. Понятно, почему эти процессы выбрали вот так вот-вот? Значит, тот, кто отработает быстрее, тому мы управление и дадим. Соответственно, а волшебные чиселки? Значит, волшебные чиселки у нас соответственно 4 плюс 1 плюс 9 плюс 0. Проверяйте, если я где-то ошибся. делить на 4, правильно. Согласен, 4 процесса, косяк. Собственно, вот именно поэтому в этой задаче так часто и ошибаются. Чуть-чуть прокосящил циферку, получил не тот результат. Значит, итак, 5 14 четвертых общее время, значит, у нас получается 9 плюс 4 плюс 16 плюс 1 и делить на 4. Это получается сколько у нас? 34. Вроде так. значит, собственно, в случае вытесняющим значит, у нас появляется второе значение, у нас появляется не только циферка, грубо говоря, сколько у нас есть CPU бёрст, а номер кванта, в котором этот процесс появляется. соответственно, опять, кто первый встал, того и тапки. Значит, сначала ставится первый процесс, дальше ставится, а, ставится первый процесс, правильно, сейчас, почему у меня не совпадает? а, правильно, значит, у меня изначально есть нулевой и третий, виноват, правильно, плохо читаю, значит, итак, у нас есть изначально нулевой и третий, и в этом смысле у нас нулевой, нет, нулевой хуже третьего, правильно, у третьего CPU бёрст меньше, мы выбрали на исполнение третий процесс. В момент времени два у нас появился крутой первый процесс, у которого CPU бёрст два. При этом, обратите внимание, у нас два больше ничем пять, а два больше, чем три, потому что CPU бёрст, который остался на третьем процессе, у нас три, а не пять. Понятно? Соответственно, мы выбрали первый процесс, и с ним как бы всё хорошо, он поработал, он отработал и закончил своё исполнение. Значит, дальше мы выбираем какой? Третий, потому что он самый хороший. Значит, в момент времени 6 появился последний процесс, у нас появился процесс второй, но процесс второй хуже, чем третий, потому что у второго процесса остаток пять, а у третьего остаток уже один. Значит, соответственно, у нас продолжает исполняться третий процесс, значит, дальше значит, у нас отрабатывает первый, и последним отрабатывает соответственно нулевой. Вот такая вот картинка. Значит, как считать чиселки? Обращаю ваше внимание, пустые клетки не учитываются. Учитываются только те клетки, в которых присутствует буковка. Значит, считаем времена. Значит, время ожидания. Значит, наверху это у нас 12, дальше у нас 0, значит, дальше у нас 1, и дальше у нас 2 на 4 получается шайзы. Фак. Значит, общее время 18 плюс 2 плюс 6 плюс 7 поделить на 4. Это получается 33 четвертых. Вот получается как-то вот так. Понятно, откуда взялись циферки? Прекрасно. Значит, теперь каким же образом можно попробовать предсказать вот все вот это вот-вот великолепие? Значит, ну, правильный ответ, он на самом деле очень простой. Все вычислительные системы во времени ведут себя примерно одинаково. и в принципе говоря, мы можем попробовать аппроксимировать поведение нашего замечательного процесса, вот как он вел себя в прошлом на то, как он будет вести себя на то, как он будет вести себя сейчас. И мы можем для этого учитывать как бы на самом деле две величины. Значит, первая величина это наше предыдущее предсказание, которое мы сделали с учетом накопленной истории, и то, а какой же CPU бёрст в последний раз был реально. И мы можем брать эти два значения с какими-то весами. Ну, то есть, значит, вот случился некоторый прошлое. Вот этот процесс исполнялся вот такое вот время. Но в тот момент, когда мы его туда поставили, мы, конечно же, должны были сделать какое-то предсказание. Если у нас истории нет, значит, мы берем, скажем, и волюнтаристически говорим, что этот процесс будет раниться 10 миллисекунд. Обещаю. и, конечно же, этот процесс нарушает это обещание и работает вот какое-то вот-вот реальное время. Соответственно, вот мы можем вот в этот момент времени сделать оценку, сказать, что вот обещаю, что вот этот вот-вот процесс отработает вот то, сколько он работал в прошлый раз с весом альфа плюс единица минус альфа на то предсказание, которое мы делали в прошлый раз. Это накапливает какую-то историю. Ну, вот очень часто вот этот вот коэффициент альфа берут равным одной второй. То есть, равным образом учитывают то, сколько было и сколько не было. И если процесс ведет себя более-менее одинаково, меняя свое поведение на протяжении какого-то относительно плавного времени, то сейчас он работал по 5, по 5, по 5, потом начал работать по 10, по 10, по 10, то вот наше предсказание спустя некоторое количество итераций начинает работать уже довольно неплохо. Ну, будем считать, что вот здесь вот наше предсказание было 5, значит, результат был 5. Значит, вот здесь вот мы обещаем, что он будет работать на 5, вот здесь тот мы уже обещаем, что он будет работать на 7,5, вот здесь он будет работать уже на сколько, на 1,3, значит, уже почти на 9, а вот здесь тот следующее предсказание будет уже 10. То есть вот эта вот процедура сходится очень быстро. то есть в принципе говоря, вот такие вот оценки в реальной жизни уже делать можно. И это будет работать ну вот почти как идеальный шот джоб ферст. Хотя в реальной жизни такие вот оценки используются несколько в других местах и не для планирования процессорного времени. Но вот эта ситуация вполне реальна. Окей. не ,